МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости в эфире. В студии работает Алмаз Ашим. Добрый день. В ЦИКе зарегистрировали новых сенаторов. Это депутаты, которые победили на выборах, и те 10 человек, которых назначил президент. Председатель ЦИК Нурлан Абдиров вручил им соответствующие удостоверения и нагрудные знаки. Напомню, по итогам выборов в Сенат прошли 20 депутатов от каждого региона. Из них 17 мужчин и 3 женщины. Также вместо выбывшего сенатора от столицы был избран Андрей Лукин. На меня и на моих коллег-депутатов возложена большая ответственность. В целом, вы заметили, что в работе Сената произошли изменения. Если раньше депутаты инициировали законы, то теперь, согласно реформам и по поручению главы государства, должны усилить работу с регионами. К другим темам. На востоке Казахстана восстановили работу ТЭЦ в городе Риддер. Напомню, 19 января там произошел пожар, сгорел тракт подачи угля. Пришлось экстренно переводить теплоцентраль на мазутное топливо. И сразу после тушения огня на предприятие отремонтировали помещение, все оборудование. Небольшие сложности возникли с самой конвейерной лентой. Первоначально доставленная оказалась неподходящей. Только во вторник на объект привезли нужное оборудование. К установке новой линии привлекли сотрудников Усть-Каменогорской ТЭЦ и Риддерского горно-обогатительного комбината. Пробный запуск прошел успешно, и теперь ТЭЦ снова работает на угле. Были проведены работы по монтажу металлоконструкций, по монтажу конвейерных лент. Также были проведены работы по монтажу всевозможных механизмов для того, чтобы вывести АО Ридер-ТЭЦ и сложившиеся ситуации после того, как все это случилось. На данный момент работы практически заканчиваются. Президент Республики Саха заинтересовался потенциалом Северо-Казахстанской области. Стороны договорились о тесном сотрудничестве и подписали меморандум. Он предполагает обмен навыками реагирования в зимний период. Оба региона самые северные в своих странах. Делиться опытом стороны договорились в сферах строительства, сельского хозяйства и логистики. В регионе функционирует единственная в стране, даже в Средней Азии, можно сказать, завод по глубокой переработке зерновых культур, биоперейшн, который производит такие видные продукции, как глютен, крахмал, высокопроектированную корма, биотанол, поставляется на заводы Бельгии, Великобритании, а глютен в Индию, США, Нидерланды, Турции и Россию. Также мы планируем построить второй завод по глубокой переработке пшеницы. В случае заинтересованности бизнес-сообщества вашей стороны, мы готовы рассмотреть дальнейшую совместную реализацию. У нас за прошлый год товарооборот вырос практически более чем в 40 раз, ну почти 50 раз, наверное, так по итогам года будет окончательно. Достиг свыше уже 80 миллионов долларов. Вместе с тем она, конечно же, не отражает весь возможный потенциал нашего сотрудничества. И мы считаем, что, конечно же, в ближайшее время надо преодолевать и 100 миллионов долларов, ну и идти вообще дальше. К событиям в мире пятидневный карантин объявили в столице Северной Кореи. Ограничительные меры, как объяснили в правительстве, ввели из-за роста случая в заболевании ОРВИ. И при этом о ковид в уведомлении не упоминается. Жители Пхеняна обязали оставаться дома до конца воскресенья. Власти рекомендуют измерять температуру несколько раз в день. По информации южнокорейского портала НКНьюс, столичные жители в панике закупаются продуктами. На дорогах стало больше пробок. На входе магазина и другие общественные места стоят по два-три специалиста, которые проверяют температуру. Напомню, в августе прошлого года в КНДР заявили о победе над коронавирусом. В связи с этим в стране отменили масочный режим. В Южной Корее хакеры взломали сайты 12 образовательных организаций. Об этом сообщило агентство Ренхаб. И целью преступников был в том числе сайт ведомства местного управления интернета и безопасности. Среди пострадавших учреждений факультеты университета Чэчжудо, Корейский государственный педагогический университет, этой ночью порталы не работали и похищено 54 гигабайта данных. Атаку совершила китайская группировка. На фоне роста угрозы киберпреступности Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи призывает сохранять бдительность. Береговая охрана нашла 12 человек из 22 членов экипажа затонувшего гонконгского судна. ЧП произошло в водах между Южной Кореей и Японией. Поисково-спасательная операция продолжается. Направлены 5 катеров охраны, 4 самолета, 2 иностранных грузовых судна. Ранее сообщалось, что зарегистрированное в Гонконге грузовое судно с 22 людьми на борту затонуло в районе острова Данзё, относящегося к японской префектуре Нагасаки. Сообщается, что пострадавших отправят в японские больницы. В Кустанай начались слушания по уголовному делу о крупном пожаре в оружейном магазине. Директоры торговой точки обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности. Свою вину он не признал. Всего потерпевшими по делу проходят 20 человек, в их числе родственники погибших, владельцы домов, транспорта, зданий, которые пострадали во время пожара. Напомню, осенью прошлого года в оружейном магазине, который расположен в частном секторе, взорвалось 40 килограммов пороха. В итоге погибли три сотрудника магазина и арендатор помещения. Огонь перекинулся на соседние здания и дома. Общий материальный ущерб составил 395 миллионов тенге. Бескровный, будучи директором ТО, должным образом не обеспечил соблюдение требований пожарной безопасности, а также требований правил оборота гражданского и служебного оружия, патронов к нему. Противоправные деяния, квалифицированные по статье части 3 статьи 292 Уголовного кодуса Республики Казахстан, то есть нарушение требований пожарной безопасности лицом, ответственным за их соблюдение, повлекшие по неосторожной тяжкие последствия и смерть четырех лиц. Криптодеятельность вне площадки Международного финансового центра «Астана» зафиксирована в Костанайской области. Группу лиц, работавшую с цифровыми активами без соответствующей лицензии, задержали. Выяснилось, что в результате преступной деятельности правонарушители получили доход в особо крупном размере. В ходе обыска, произведенного по нескольким адресам, изъяты вещдоки, ноутбуки, сотовые телефоны, банковские, бухгалтерские документы, ключи от криптокошельков. Установлены криптоактивы на сумму 6 тысяч долларов. Обнаружены еще криптоактивы на сумму более 200 тысяч долларов США на других криптобиржах. Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит. Агентство по финансовому мониторингу предупреждает, что указанный вид деятельности разрешен только на территории Международного финансового центра «Астана» при наличии соответствующей лицензии. Группу квартирных воров задержали в Алматы. В нее входили 5 человек. Для легкой наживы в мегаполис гастролеры приехали из Восточно-Казахстанской области. На дело ходили парами. Одна из краж, которую они совершили в компьютерном клубе, попала в объективы камер. Причем зафиксирован каждый шаг фигурантов от взлома окна до кражи денег из сотового телефона. Задержанные в прошлом уже имели проблемы с законом. На данный момент их проверяют на причастность к ранее совершенным преступлениям. Доказана причастность подозреваемых к двум похожим эпизодам. Молодых казахстанцев обещают трудоустроить в крупные нацкомпании. Для этого партия «Аманат» заключит меморандумы о сотрудничестве. Охватить намерены 100 тысяч безработных, в том числе в регионах. В партии готовы активно помогать молодежи. Уже сейчас на базарах и на вокзалах работают специальные консультативные центры. В них специалисты разъясняют казахстанцам, как найти работу и консультируют по вопросам получения образования. Мы уже несколько лет реализуем проект консультационных центров. Это центры, которые находятся на базарах, в аэропортах, в вокзалах, которые консультируют молодых людей обеспечением доступным жильем, вопросы трудоустройства. В этом году мы запустили проект «Жастарга Жумус». Это работа молодым. В 2023 году мы планируем охватить работу трудоустройством, вернее, надо говорить, 100 тысяч молодых казахстанцев путем заключения меморандумов с крупными национальными компаниями. Потомки известного поэта и переводчика Галлию Орманова передали в дар историко-кровеческому музею Талдыкургана дневник писателя. Рукопись литературного секретаря самого Жамбала Жабаева был изначально написан на латиниц. Позже для удобства записи перевели на кириллицу. В экспозиции также представлены личные вещи поэта, рукописи, дамбра и часы, подаренные когда-то Динмухамедом Кунаевым. В прошлом году отметили 115-летие моего отца. Сотрудники музея также решили связаться с нами, после чего я передала им в дар несколько экспонатов. Думаю, это хорошая идея провести такую выставку. Эфир продолжит дневная смена. Тема сегодняшнего обсуждения – предстоящие выборы депутатов Мажелиса и Маслихата. Продолжение следует...